Так вот, это была, строго говоря, именно революционная программа. Правильно я третий раз повторю, я сказал, что это просто одежда капитализма, эта реформация. Когда Макс Вебер писал про дух капитализма, это, конечно, немножко не так, это не протестантизм родил капитализм, ровно наоборот, это можно просто на хронологии проследить, так что товарищ Вебер заблуждался, я ответственно заявляю. И не только в этом. И не только в этом, ответственно заявляю, готов кому угодно рассказать, когда и почему именно. Города в это время в виде своего низа, плебса, очень сильно блокируются с крестьянами. Во-первых, городской плебс сформировался в том числе из разорённых крестьян, которые шли в города за работой напрямую. Кроме того, разорившиеся ремесленники, подмастерья, которые не имели статуса в цехе какого-то определённого, то есть люди, которые живут прямо, скажем, очень бедно, а иногда и просто находятся на грани выживания, вот они блокировались крестьянским движением. Крестьянское движение подхватило ту низовую инициативу реформаторскую мюнцеровского цвенглианского толка. И когда разразилась Великая Крестьянская война о новом издании, о которой мечтал Фридрих и английский Карл Маркс, они, конечно, взяли на свои знамёны именно крайние протестантистские идеи. Крестьянская война была страшная, причём она разразилась, как обычно, не тогда, когда хочется, а тогда, когда получится. А получилось она в 1525 году, в разгар итальянских войн, когда основная масса имперских войск находилась в Италии и дралась с французами, причём не на жизнь, а насмерть, причём французы, ко всему прочему, умело подпустили немцам турок, с которыми они дружили, несмотря на то, что те были мусульмане, а эти католики добрые, они там снабжали лучшими пушками, которые только можно было и так далее. И вот в тылу разгорается гигантское восстание, причём сначала, конечно, это были довольно безобидные союзы башмака, так называемые, это снова образовавшиеся эти крестьянские коммуны, крестьянские союзы, они были тайны, потому что за участие в союзе башмака легко могли повесить или отрубить голову. Ну вот, несмотря на то, что все выступления союзов башмака, вот все абсолютно выступления были раскрыты оперуполномоченными властей до того, как они начались, до того. Т.е. не было ни одного выступления, про которое бы не знали до того, как он начнётся. Оказалось, что сам пример настолько заразительный, что крестьянство и городские низы по всей империи всколыхнулись, против них пришлось вести настоящую войну с полномасштабными войсковыми операциями, которые возглавил чашник имперского двора Трукзес, Георг фон Вальдбург. А это войска оттягивали из Италии? Ну, по крайней мере, эти войска, которые просто не пошли в Италию, из Италии тоже высылали войска, потому что буквально 1525 год, 24 февраля французы потерпели что-то кошмарное фиаско при Павии под Миланом, соответственно, Милан остался проимперским, нужно было двигаться на Рим, а просто было невозможно двигаться на Рим, потому что сейчас в тылу такое происходит, т.е. да, можно было взять Рим в этот момент, но было непонятно, а потом ты с Рима куда поедешь, может там уже ничего не останется. Что с ним делать, да. Ну и Георг фон Вальдбург просто утопил крестьянское восстание в крови. Правильно сделал, наверное. Ну как правильно? С точки зрения своей сволочной. С точки зрения императора, безусловно, правильно. Причём, когда мы в таком крайне вульгаризированном, упрощённом, таком начётническом, подчёркиваю, начётническом марксистском толке представляем себе восставших крестьян вот как толпу оборванцев – это неправда, потому что с крестьянами, конечно, блокировались имперские рыцари бедные, потому что военные вожди крестьянской войны Флориан Гейр, Гёц фон Берлехинген, Железная рука – это рыцари. Я думал, он придуманный, сказочный. Нет, это вполне исторический персонаж, более того, его протез – это железная рука, он есть в музеях, он выставляется. Роботизированная. Это ему отрубили правую руку, когда его очередной раз отловили попы, чтобы он не мог больше воевать, ему отрубили правую руку, но ему приделали стальной протез с винтовым сжатием пальцев. Там причём очень интересно, рука сразу вот так слегка нагнута, соответственно, когда он винтами затягивал пальцы, он мог сжать в руке шестопёр, и учитывая, что рука слегка нагнутая, можно было спокойно работать. А учитывая, что рука больше ничего не чувствовала, а шестопёр держали не пальцы из мяса и крови, а стальной винт лупил так, все наплакали себе. Да, ну конечно, был такой, ну он, конечно, абсолютно исторический, но вокруг его наверночена масса легенд – Йост Фриц такой, вождь крестьян, собственно говоря, вождь ещё Союза Башмака, его там десятки раз пытались поймать, он находился в окружении, и так и не смогли, т.е. он был какой-то как оборотень, т.е. его просто невозможно было изловить, его так и никто и не смог поймать в итоге этого Йоста Фрица. На какой-то момент в этот крестьянский союз вошёл кто б ты думал, архиепископ Майнский, вместе со всем своим княжеством. Чё в стороне-то стоять, да? Да, ну как-то вот так, не говоря худого слова. Ну вот тут, конечно, с крестьянами сыграла злую шутку их раздробленность, наличие совершенно конкретных представлений чего они не хотят и отсутствие единой цели, потому что было непонятно, если вот вы не хотите этого, а чего вы хотите. Т.е. залив кровью просто всю империю, ну конечно, когда мы говорим всю, нужно понимать, что там были регионы, где даже не видели ни одного восставшего крестьянина, но тем не менее от севера до юга, до самой Баварии, до Швабии эта крестьянская война прогулялась. Франкония, Тюрингия, Бавария, Швабия – всё было охвачено войной. И так как они не имели конкретных целей, залили кровью всю Германию, толку не было никакого, потому что Георг фон Вальбург, будучи профессиональным военным, прошедшим огонь, воду и медные трубы итальянских войн, их просто разбил по частям. Хотя, конечно, на какой-то момент у него были такие проблемы, потому что просто этих крестьянских отрядов было очень много, и если отдельные отряды он рассеивал без труда, но в тылу сразу начиналась партизанская война, а это значит, что отрубленный подвоз продовольствия боеприпасов, т.е. земля под ногами буквально горела. Тем не менее, с крестьянской войной разобрались. Но тут же стало всем понятно, что центральная власть очень слабая, вот конкретно очень слабая центральная власть. А значит, немецкие князья вполне могут поиметь себе некоторые права, а права эти были, между прочим, описаны ещё Карлом IV в 1356 году в Золотой буле, т.е. это вот именно самоуправление князей, то, что императора обязательно нужно выбирать коллегии выборщиков-курфюрстов, т.е. когда не император управляет князьями, а князья управляют императором. Конечно, это всё имело конкретное уже просто денежное выражение, потому что это всё делалось только ради какого-то повышения личного благосостояния, потому что даже князья, я не говорю про мелкорыцовство, даже князья испытывали серьёзнейшие финансовые проблемы, учитывая нарастание капиталистических отношений, и поэтому в данном случае именно с империей капиталистические отношения сыграли злую шутку, князья, следуя своим объективным интересам, вынуждены были тянуть одеяло на себя. И, конечно, северогерманским князьям, опять же, ко двору пришлось учение Лютера. Император Карл V был мужик крайне разумный, несмотря на то, что он был закостенелый феодал, Габсбург, а значит, человек, который является плодом чудовищной вереницы кровосмазительных браков, что у него прямо на лице написано было, то такое уже рождение уже тогда начиналось. Тем не менее… Это их Габсбургов там как груши рисовали. Да, но это уже… это Филиппа II рисовали, и это уже… оставить Филиппа II, по-моему, Максимилиана даже II, Максимилиана II – это уже внук, получается, Карла V. Да, так вот, он был разумный человек, и он понимал, что нужно договариваться, потому что да, конечно, он мог бы много кого перебить, но всех ты не передавишь, тем более, что у каждого из этих подонков князей же есть родственники, они же немедленно вот ты одного грохнешь, а вместо него немедленно окажется второй, причём, ну их настолько много, что точно всех не передавишь. Тогда ещё не умели организовать нормальный концлагерь, туда посадить всех князей и подпустить циклона B – это немцы потом научатся. Да, но уже стремились. Ну да, поэтому так как… Блин, нельзя убить, нужно договариваться. Если не помогают пощёчины – поставьте на перо и дайте денег, и не забудьте взять товарный чек, у нас тут не мафия. Ну как договариваться? На Рейхстаге. В Аугсбурге созывают в 1530 году Рейхстаг, куда съезжаются все князья, все значимые главы тех или иных архиепископств, епископств, в общем, всеимперское собрание. Чуть ранее было объявлено, опять же, в виде промежуточной меры, то самое Аугсбургское знаменитое исповедание, т.е. когда на время всем разрешили исповедовать ту религию, которую тебе хочется, вот просто пока. Тогда мы помним, в 1527 году Альбрехт, прусский, последний магистр Тевтонского ордена, перевёл католический Тевтонский орден – оплот католичества в протестантизм, и отменил существование ордена вообще. Вот мы об этом говорили, разговаривали в Ливонской войне, когда ливонцы остались просто одни, вот один на один со своим католицизмом против гигантской нарастающей страны под названием Россия. И с одной стороны, и Литвой с другой стороны, ну и всё. Тевтонцы им сделали ручкой, там, разбирайтесь как хотите, а у нас тут нужно какие-то дела по бизнесу решать, у нас вот деньги нужно зарабатывать, вы там воюйте себе. Так вот, во время Аугсбургского рейхстага договориться не получилось, потому что Карл V начал обвинять князей в прямом нарушении земского мира. Ну, земский мир – это понятно, что каждый феодал имел право на частную войну, а так как империя ведёт войну в Италии против Франции, воевать внутри империи нельзя, т.е. был объявлен земский мир, т.е. вот сейчас вы конкретно свои все обиды забываете, сейчас мы победим, потом давайте, как вы там, договоритесь, воевать, уже потом решим, но сейчас нельзя. Император обвиняет этих князей в нарушении земского мира, это было очень опасно, потому что император был сильнее любого князя по отдельности, это абсолютно железный факт, тем более он был не просто сильнее, он при помощи в основном своего домена и наследственных владений в Испании вёл итальянские войны, т.е. у него под рукой была очень серьёзная армия, причём с резервом военных профессионалов, которые только что получили огромный самый передовой военный опыт, практический военный опыт, т.е. справиться в одиночку с императором было нельзя. И император призывает всех прекратить кривляться и принять нормальное католичество, потому что он-то отлично понимал, что именно эта идеология, которая только и доступна ему, её должны все разделять, если вы не разделяете, вы нарушаете земский мир. И вот каждому отдельному князю стало грозить имперское опало. Как это происходит, Карл V наглядно продемонстрировал, периодически просто выкидывая герцогов из своих герцогств в изгнании, а герцогства забирая себе, если что. Ну, конечно, с такими монстрами, как Саксония или Тюрингия или Франконио он такого не проделывал, но с парнями помельче запросто, все это видели. Конфискацию устраивал. Да, да. Ну а князья Подумов собрались в 1535 году в Шмалькальдене – я, конечно, имею в виду в первую очередь протестантских князей – собрались они в Шмалькальдене, образовались Шмалькальденсбунд, Шмалькальденский союз. Да. Вторая смена. Ах, ништяк! Я, с вашего позволения, съем зефирку, надеюсь, это никого не шокирует. Не, нормально. Зефирка – это благородно. Почти как Георг фан Вальбург. Сожрал зефирку, как Трухзис крестьянское восстание. Беспощадно. Да, так вот, 27 февраля 1531 года подписали этот самый Шмалькальденсбунд сроком на 6 лет. Естественно, первую скрипку в нём играли два человека – это Йоганн Фридрих Виттин, герцог Саксонский из Эрнестинской линии, и Филипп Первый Герсонский. Кроме того, там были герцог Филипп Брауншвейг Грубенхагенский, герцог Эрнст Брауншвейг Люнибург, князь – он же герцог Вольфганг Анхальд Кётенский и граф Эрбахский, ну а также 11 городов вступили в… А герцог – это кто такой по иерархии? Ну, князь. Выше… А, князь? Да, по-нашему князь. Понятно, что какой-нибудь Анхальд Кётенский герцог и герцог Саксонский – это было немного не одно и то же, хотя вроде оба герцоги. Да. Да, но при этом, конечно, герцог Саксонский был ещё и курфюрстом, т.е. князь-выборщик, фюрст, собственно, князь, выборщик тот, который выбирает императора, а этот Анхальдский – он был просто какой-то князь, таких князей там было … Заводящий, князишка. Штук 100 в Германии было, поэтому никого это не беспокоило. Как в Грузии – все князья. Ну, в Грузии лучше, там все князья, а тут всё-таки 100, ну знаешь. Это для нормального Грузии – это просто смешно. Интересно, Сталин был князь? Странно. Во-первых, он был осетин для многих открытий. А там не все князья его осетин, понятно. Так вот, изначально Шмалькальденский союз носил оборонительный характер, там было не очень чётко прописано, но прописано, что если любого из членов союза атакуют по религиозным соображениям, они будут защищаться. Вот тут осталось понять, что такое эти религиозные мотивы. Это всё-таки несколько размытенькая такая формулировка, но в 1535 году продлили ещё на 12 лет это соглашение, и официально руководство было возложено на представителей Саксонии и Гессена. Кстати, в Саксонии всё было не просто так, потому что, как только что сказал об Альбертинской линии, была ещё Эрнестинская линия, т.е. дом Витинов развился надвое, и в Саксонии нас одновременно правили два двоюродных брата – Морец Саксонский, который был герцог Саксонский, и Курфюрст Саксонский, Йоганн Фридрих Твёрдый. Интересная кликова. Да. Я уж не знаю, почему его так назвали, за твёрдость чего. Наверное, характер, я подозреваю. Тогда это так называлось. Да. Не то чтобы это была какая-то тайна, этот союз. Конечно, я подозреваю во всех газетах, об этом не писали, но, конечно, император об этом отлично знал, но ничего не мог сделать, потому что это, во-первых, новый виток противостояния с Францией и серия экспедиций против турок. В первую очередь, конечно, 1535 год – это гигантская, очень сложная экспедиция в Тунис против Хайрандина Барбаросса, известного пирата, который… Ну, естественно, пират-то пират, но за ним, естественно, стояла вся Турецкая империя, когда император Римской империи взял Карфаген очередной раз, т.е. Тунис. Т.е. там турок расколотили просто… Что случилось с Хайрандином? Поймали? Ну сбёг! Как раз он-то из осаждённого этого Туниса сбёг, ушёл, хотя его и с моря тоже осаждали. Борода, наверное, красная, потому что он её хной красил, да? Ну, видимо, да. Сучка крашена. Да. Турок расколошматили, по этому поводу есть замечательный… Худорственный фильм? Нет, к сожалению, всего лишь «Габеллен» хранится в Рейл-Армере в Мадриде, где изображён парад перед отплытием войск в Тунис, там прям огромных размеров полотно, там чуть ли не 8 на 10 метров, где вытканно всё, буквально каждый персонаж, как в комиксе. Там Карл Пятый, всякие инфанты… Тогда фотографий не было. Да-да-да. Я тебе рассказывал, как я во Флоренции такое видел? Да. Просто потрясён был. И понял, что это как раз основную часть живописи то и составляла, там тоже такие 5 на 7 гигантские картины, Мария Медичи отплывает куда-то… Туда-да. Мария Медичи проплывает сюда. Ну, важный элемент, да. Что я хочу тебе сказать, Хлим Александрович? Чуть-чуть перебивая и отвлекаясь, мне зефир затуманил мозг. Это ж, блин, всю жизнь надо посвятить, чтобы хоть что-то понимать в таких вещах, чё там как было, это ж бездны какие-то просто кто кого куда послал, почему, из-за чего кто кого зарезал, кто чего хотел, кто чем владел и чем всё закончилось. Ужас! Закончилось-то просто, можно в конец книжки посмотреть. Ответы, да? Да. Ну и, конечно, на всю эту красоту нужно было много денег, надо ли говорить. Например, как Карл V мог поехать в Тунис без нового специального доспеха? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Исключено. Исключено. Вот. А потом, вернувшись с победы, как он мог не заказать себе доспех в смысле победы? По равной. Отметьте, как-то надо же это дело. Да, кстати говоря, тунинский доспех сохранился Карла V. Круто. Более того, перчатки от него демонстрируются у нас в Рыцевском зале в Государственном ордене Ленина Трудового Красного Знамени в Императорском Эрмитаже. В монастыре имени Ленина, да? Да, вот они у нас хранятся. Кстати говоря, была совершенно жуткая история, я чуть со стыда не сгорел. В году, наверное, 2003 в Эрмитаж, а, кстати, во втором году в Эрмитаж приехал один замечательный из Швейцарии, из музея РАД в Женеве, специалист, который собирал доспехи итальянского производства для Всемирной выставки в Нью-Йорке, ну и ходя, естественно, приехал к нам, то в том числе, потому что с много итальянских доспехов ходил, значит, ходил по Рыцевскому залу, говорил, что вот это я, пожалуй, заверну, это мне завернить, а это не надо, дошёл он до детского доспеха в итальянской витрине и такой говорит, а вот это, кстати говоря, перчатки от тунисского доспеха я тоже с собой возьму, а они у нас были к детскому доспеху приделаны. Вот такие специалисты бывают у нас. Маловатые, лапы-то загребущие были, а они маленькие были. Очень небольшие. Собственно говоря, почему их приделали? Потому что по размеру подходило. Боевые рукавицы, да? Да. Ну там перчатки пальцатые, не рукавицы. Они отличаются… ну, собственно, весь тунисский доспех сразу отличается тем, что это полный, естественно, златный доспех, который был полностью воронён весь… Чёрный. Чёрный, да, как кукушка. С отливом. Как кукушка. И у него прямо по всей поверхности были пущены серии из трёх параллельных золотых полос, вертикально ориентированных, буквально по всем детальным доспехам. То есть, он очень скромно выглядит. Адидас. Да, очень скромно, но при этом невероятной красоты. В XIX веке его поддонки-антиквара раздербанили, продали по частям шлем туда, ноги сюда. Ну, а чтобы подороже… ну, понятно, что в розницу дороже, чем оптом. Ну, а чтобы лучше продавалось, с него содрали воронение к Чёртовой матери, потому что она подоблупилась со временем, и теперь он везде выставляется… Белий. Белий и с этими золотыми полосками. Выглядит отвратительно, откровенно говоря. А у нас перчатки с чернением. Сберегли. Да. Для них, для дураков. Да. Император Николай I не дал их изуродовать, он это всё для себя купил. Интересно, кстати. Я вот когда в Италии был, наблюдал там галерею Уфици и другие замечательные места, так вот они… там, кстати, всё, что отреставрировано, так и написано. Отреставрировано на бабки фирмы Тошиба или Мацуши-то там, что всё японцы сплошные, так вот они их как-то это просто грязь счищают и ничего не подрисовывают заново, т.е. какая-то… с нашей точки зрения странная технология, вот оно такое бледненькое, дырявенькое, но настоящее, а наши-то Паверов заново рисуют – это правильно, неправильно? Ну это два кардинально разных подхода. Например, у нас реставрация архитектуры в России, ещё в Советском Союзе, однозначно подходили, в том смысле, что вот у вас есть развалины Копорской крепости, вот будьте добры и законсервировать, чтобы дальше развалины так и стояли развалины. А как же Старая Ладога? Или это не мы? Не, ну мы, конечно. Но всё равно Старую Ладогу-то как её там восстанавливать – настолько медленно. Да, но тем не менее, вот это вот две школы, т.е. законсервировать развалины и оставить – неважно, картина – это доспех, крепость, а другое – восстановить, как было. И у всех есть, в общем, свои совершенно справедливые аргументы, одни говорят, что это будет новодел, потому что вы точно не можете восстановить на 100%, это будет новодел, а не реставрация, а раз не можете – нечего и выделываться, законсервировать, пускай вот так вот и будет всё раздолбанное. А смысл? Оно же дальше разваливаться будет. Вот, например, если на стене… Если законсервировать правильно, то всё, если надо – поставить стеклянный куб сверху, но саму не восстанавливать. Ну и то, и другое имеет право. Я – да, так и говорю. В общем, денежки нужны были Карлу Пятову, в том числе и себе на замечательные доспехи. Блин, опять отскакиваю про доспехи, я очень же люблю его дедушка Максимилиан Первый, последний рыцарь, он же тоже любил доспехи, как всякий нормальный мальчик, и тем более рыцарь. Там после него доспехов сохранилось какое-то безумное количество. Ну вот, а кроме доспехов в архивах сохранились документы, где оружейники требовали бабок за то, что они сделали, а он им, как правило, писал «Слушайте, ну что вы ко мне пристали с такими мерзностями?» Глупости какие, да, чего вы лезете, деньги какие-то! Какие деньги? Да. То есть, у него бабла не было? Нет. Ну на это, во всяком случае. Император всё время был очень бедный, потому что у него деньги куда-то все девались всегда, ну все кормить надо было вокруг. Да, и, конечно, у императора не было возможностей, просто разобраться с этими самыми подонками из Шмалькальдинского союза, вообще не малейший, потому что он занимался турками и французами. Более того, в 1532 году, 25 июля, был заключён Нюрнбергский религиозный мир, т.е. опять сказали, что вот сейчас разберёмся с внешним врагом, потом займёмся каким-то внутренним устройством. Вообще-то наоборот нужно всё время делать. Ну вот тут так, соответственно, шмалькальдинцы в это время не сидели сложа руки, спустя год в 1533 году была принята так называемая «Конституция неотложной помощи и обороны» – представляешь, за 100 лет до Конституции Пылыпа Орлика, где были сформированы уже руководящие органы конкретно совместного объединённого войска, если таковой придётся собирать. Конечно, опять же им командовали Филипп Герсонский и Йоганн Фридрих Саксонский. Я это, утратил нить, мы обсудили, что же за различия такие религиозные были? Ну, различные религиозные дети – протестанты были, а эти – католики, собственно, всё, все религиозные различия – протестанты протестовали против чего? Самое главное – против Верховенства Папы, к чему каждый протестантский руководитель приписывал нужные пункты, которые ему нравились. Например, каждый протестантский князь хотел быть главой собственной церкви у себя в княжестве. Ну потому что это удобно. Конечно. Да. Не, ну про церковную Десятину Папе вообще забудьте. Да, это первое. Это даже просто специально обсуждать не надо, потому что… Теперь первое, да? Да-да-да. Пункт главный. А дальше уже конкретно туда настраивались какие-то вероучительные тонкости, понятно – никакой индульгенции, никаких этих самых икон, святых мощей и прочее-прочее, значит, только Писание. А мощи вообще там Евангелием каким-нибудь предусмотрены, нет? Нет. А что с ними носится? Не знаю, захочется. Потому что волшебное? Хочется. Странно. Ну и могут. Хочется, и могут, вот и носятся. Ну, в Евангелии ничего не сказано. Ну, это же всё имеется в виду, как и икона – это как бы некий… В идеале. Некий символ, который обращён к Богу. Ну, есть там Иоанн Крестительный, от него сохранилось 15 голов, из них сертифицировано только 8. По-моему, 18 сертифицировано. Или 18, я не помню. Я одну видел. И нужно вот в присутствии столь значимой реликвии гораздо усерднее молиться. Но, естественно, это всё теперь… и уже не то, что теперь, а сразу выглядело немножко не так, потому что есть икона Лурдской Богоматери, есть икона Казанской Богоматери. Почему? Вот это какая-то особенная икона, непонятно, там изображена Богоматерь. Если вы говорите, что это всего лишь визуализация образа, то конкретно какая вот эта вот доска или скульптура – это не имеет никакой разницы. Нет, эта вот икона, она чудотворная, а вот эта, вы представляете, нет, хотя, по идее, вот фотографию сделал, фотокарточку, и она будет такая же чудотворная, как и все остальные. Вот у доктора Коновалова, например, чудотворные фотографии. Поклонникам доктора Коновалова рекомендуется сшить специальный костюм. Если у вас сердце и печень слабоватые, то там карманы пришиваются, и туда фотку доктора Коновалова вставляют лицом к телу, а когда выходишь на улице, фотки доктора Коновалова надо развернуть лицом наружу, чтобы он отпугивал всё плохое. Тоже волшебное, да. Ну вот, тут, значит, эта доска почему-то не волшебная. Доска в хорошем смысле, а то сейчас начнётся, там, обозвали икону. Доска – это то, на чём икона пишется, в доске выбирается ковчег, и там уже пишется икона, вот эта конкретно – она чудотворная, а эта – нет. Почему? С мощами абсолютно та же самая история. Одни чудотворные, другие – нет? Не, ну они вроде, опять же, все чудотворные, но почему-то вот тут чудеса происходят, хотя нет, считается, что приобретение мощей обязательно чудеса, какие-то там, хотя бы минимально, но есть какая-то благость. Но почему эта благость, спрашивается? Почему у трупа есть какая-то благость, откуда это следует? Это ж просто труп, душа отлетела, всё, собственно, всё хорошее в человеке, сосредоточено только в душе. По христианским понятиям душа после смерти уходит в мир иной, в теле уже ничего не остается, тело – это просто снятый костюм, всё. А может, душа была настолько могучая, что останки пропитались духовностью? Не, ну это всё понятно, оно просто на самом деле к, собственно, христианским догматам не имеет никакого отношения, вот и всё, о чём протестанты совершенно справедливо и говорили. Оно непонятно кем, когда и почему придумано, и требовали это всё прекратить – отнять богатство в церкви. Опять же, князьям это очень нравилось, потому что кто отнимать-то будет – они и будут. Там Филипп Миланхтон, когда составил некую протестантскую программу под руководством Лютера, всё это было прописано, князья действовали по ней. Конечно, при этом протестантская конфессия, так как она не имела единого авторитета, то все проклинали друг друга. Вот анабаптистов никто не любил, анабаптисты – перекрещенцы, которые говорят о том, что так как Христос крестился в 30 лет, т.е. уже точно совершеннолетним, значит, и вас, дураков, крестить можно только под достижение совершенных лет, потому что младенца крестить нельзя, это должен быть твой разумный выбор. К этому всему приплюсовывалась масса интересов. Во-первых, как я говорил, полный отказ от частной собственности – можно жить только коммунной, только коммунной. Христианской? Да, конечно. Анабаптистов они не любили, кальвинисты не любили анабаптистов и лютеран, соответственно, лютеране и анабаптисты не любили кальвинистов, вот так и жили с трудом. Тот, кто думает, что в православии была тишина и спокойствие, глубоко заблуждается. Там тоже были разные течения, которые не очень сильно друг друга любят. Вон на Византию посмотрите, на вполне православных иконоборцев и иконопочитателей, что там они учинили в своё время, сколько народу перерезали, и чем это закончилось в итоге. Так-так. Ну вот, пока император был занят, Шмалькальденская лига начала действовать. Чтобы показать, что они реальная сила, они показательно вернули герцога Ульриха Вюртембергского обратно в своё Вюртембергское герцогство, хотя в 1519 году император его оттуда выпер, обвинив в нарушении земского мира и подвергнув имперской опали. Причём, естественно, имперские войска, которые стояли в герцогстве Вюртемберг, конечно, там не просто так стояли, они принялись сопротивляться активно. Что же случилось? Битва при Лойфене. Битву при Лойфене гессенцы выиграли, Ульриха вернули, а он был католик, после чего благодарность Ульрих немедленно принял протестантизм. Тоже неплохо, да. Вот стало видно, что вот, посмотрите, император сделал так, а мы всё повернули в обратную сторону – наша позиция просто имеет силу, она работает, присоединяйтесь. А вот, опять отскакивая в сторону, есть такая оскорбительная поговорка русская про «жид крещёный, как у вор прощённый», а вот эти вот перебегания в протестантизм – это как вообще воспринималось? Это он обрёл истинную веру. А, а это было не очень. Не, ну его уже обманывали, он же крестился-то в несознанном виде, а что он выбрать мог – нет, не мог, вот он родился, его через 3 дня крестили, всё. Занимался ерундой какой-то, а тут в ум пришёл, да. Так-так, вернули, значит, этого Вюртембергского, а император что? За император воевал в это время, как… в общем, изо всех сил. В чёрных варежках. Да, загребал песок. Да, опять же тут важно упомянуть, что в это время между позициями Лютера и Цвингли происходит некое сближение, они отличались довольно сильно по вопросам причастия, потому что Лютер признавал за причастием таинство Евхаристии, т.е. это, по его понятиям, в самом деле превращалось в кровь и плодь Господня. А Цвингли говорил, да вы что, больные, тут просто хлеб и вино, я ж… нет, не мясо, не человеческое, это хлеб, а это… Винишко. Винишко – явно не кровь, ну вы просто собманываете, потому что превращения никакого нет, это просто символ, из-за этого они были в жутких контурах. Ну потому что, кто не понимает, Лютер – это был настоящий католик, который просто хотел немножко поправить католическую религию, кстати говоря, как и 90% католиков. А Цвингли пошёл дальше, потому что это же, опять же повторюсь, это не кто-то придумал эту реформацию, она уже имела под собой настолько гигантский базис, в первую очередь экономический, из которого проистекало общественное бытие, что нужен был просто некий толчок, некий триггер, которым стал Лютер, после чего реформация началась просто как снежный вал по этой католической религии кататься, тем более, повторюсь, там было что реформировать, и это просто все видели. Это не злобный Лютер Лютерову ересь придумал, это самое главное – это верховные церковные власти довели окружающих до того, что на них просто смотрели и понимали, что это сволочь просто, которая почему-то обряжена в рясу, вся в золоте и почему-то учит нас жить. На каком, спрашивают основании, посмотри на себя.